В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Пьяный сторож угнал трактор и устроил смертельное ДТП. В городе стартовал отопительный сезон. Кому дали тепло, а кому нет. Яблоки вместо пирогов. Уникальную акцию проводят рязанские врачи. В Рязанской области утвердили итоги выборов в Государственную Думу. Региональный избирком подписал протоколы, признал выборы состоявшимися, а их результаты действительными. Единая Россия по итогам выборов 18 сентября получила в Госдуме 7-го созыва 343 мандата, КПРФ 42, ЛДПР 39, Справороса 23. Таковы итоговые данные ЦИК РФ, которые озвучил на заседании зампредкомиссии Николай Булаев. В Рязанской области Единая Россия получила 54,2% голосов. На втором месте ЛДПР 15,01%, что выше результата в общем по стране. Кроме того, Александр Шерин прошел в Государственную Думу. Для меня это имеет огромное значение. Каждый голос депутата Государственной Думы для партии ЛДПР очень важен, потому что это возможность решать те проблемы, с которыми к нам обращаются наши избиратели. Любая политическая партия, если она не имеет фракцию в Государственной Думе, практически очень сложно может реализовывать свои программные заявления, либо решать какие-то вопросы на местах. На сегодняшний момент можно констатировать тот факт, что баллотируясь в Государственную Думу с 2003 года, я впервые смог получить со своей командой тот результат, который позволил нам получить мандат в Государственной Думе. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 7-го созыва составила 47,88% по стране. Для примера, явка на выборах в 2011 году составила 60,21%. В Рязани явка составила чуть более 40%. То есть, когда у нас будет стоять КАИБы на избирательных участках, когда мы будем маркировать палец тому, кто проголосовал, и он не сможет больше одного раза, когда мы уберем вот это голосование на дому по открепительным и досрочное голосование, установив везде КАИБы и видеокамеры, то вопрос по поводу прозрачной высоты выборов, он отпадает. Более 809 тысяч человек проголосовали по открепительным удостоверениям, что меньше, чем на думских выборах в 2011 году. Огромное спасибо всем людям, которые пришли на выборы. Сколько не пытались вот этот вброс информации давать, что голосовать бесполезно, все решено. Если бы эти люди не пришли на избирательные участки, мы бы не получили, конечно, такого результата. Огромное спасибо рязанцам, которые, несмотря ни на что, проявили волю, характер, пришли на избирательные участки. В Госдуму от Рязанской области прошли три депутата. Елена Митина, Андрей Красов и Александр Шерин. Представители Общероссийского народного фронта провели мониторинг по обустройству в Рязани пешеходных переходов. Вблизи образовательных учреждений и выяснили, что большинство из них имеют недостатки. Выбойны на проезжей части, стертая разметка, ограниченная видимость дорожных знаков, отсутствие светофоров. Это только часть выявленных нарушений. По факту же, некоторые пешеходные переходы в центре города являются небезопасными для жизни. Видите пешеходный переход? Скорее всего, нет. А он там есть. Дорожные знаки перехода спрятаны за деревьями. Водители не сразу могут их заметить. Подъезжая ближе, просматривается зебра. И только уже возле нее, из-за веток, начинают появляться знаки. Припаркованные машины тоже закрывают обзор. Водители не видят пешеходов, стоящих на тротуаре. Подобных мест в городе достаточно. Водителям нужно помнить об этом и быть всегда на чеку. По возможности замедлять движение и лишний раз посмотреть, не выйдет ли кто-то из-за машины. Просто летают все как дебилы. И некоторые останавливаются, некоторые могут не остановиться. Сбить могут. Это очень проблематично. Надо специально идти. Приходится. И они только тогда останавливаются. Пешеходы говорят, чтобы перейти дорогу, нужно начать идти. Иначе автомобилисты могут либо не остановиться, чтобы пропустить, либо не заметить, что человек желает перейти дорогу. Среди пешеходов, конечно, есть и водители. Они часто также страдают от неудобных ситуаций на дорогах города. Иногда делают пешеходные переходы на повороте сразу. И не видно, когда ты едешь, не видно пешехода совсем. То есть ты смотришь, как бы тебе проехать, не проехать. И еще надо посмотреть, идет ли там пешеход. Поворот на Кремлевском валу как раз относится к такому опасному месту. Здесь ненадежно чувствуют себя как пешеходы, так и водители. Но к этой зоне опасности горожане в основном привыкли. Люди переходят дорогу внимательнее, машины едут аккуратнее. Но может случиться и так, что сюда попадет приезжий, не знающий, насколько опасен этот поворот. А это место и вовсе однажды привело к трагическому исходу. Два года назад молодой человек, управляя «Ладой», сбил сразу трех женщин. Одна погибла на месте, другие получили серьезные травмы. Сейчас обстановка на этом перекрестке остается напряженной. Большой поток, ограниченный обзор. Для автомобиля автошкол это и вовсе запрещенное место. Иногда машинам приходится двигаться на этом пешеходном переходе, завершая маневр, как только его перейдут люди. А ведь другие могут выскочить на дорогу неожиданно. Бывает в нашем городе и такое. Да, человек явно не может передвигаться вертикально. Но и для этого маршрута он выбрал даже не пешеходный переход, а проезжую часть. Так что водители, будьте внимательны, в Рязани можно столкнуться с любой экстремальной ситуацией. Выезжая на дороге города, помните, люди могут появиться на проезжей части где угодно, даже перелезая через отбойники. Но особое внимание нужно уделять пешеходным переходам. Это в первую очередь ваше здоровье, нервы и здоровье окружающих вас людей. Пешеходы также будьте более бдительными. Пользуйтесь только пешеходными переходами. Страшная авария, которая больше напоминает сценарий для фильма ужасов, произошла вчера вечером в поселке Мурмино. 34-летний пьяный мужчина, не имея прав, угнал трактор и совершил столкновение с жигулями 15-й модели. В виллу пронзили салон автомобиля, в результате чего водитель, 60-летний пенсионер и его 55-летняя пассажирка погибли на месте. На место аварии немедленно выехали сотрудники полиции. В ходе расследования было установлено, что за рулем трактора был 34-летний житель поселка Мурмино, сторож местного сельхозпредприятия. Выявлено, что сторож, будучи в состоянии алкогольного опьянения, за час до ДТП угнал трактор с поля у села Аликаново. По некоторым данным, злоумышленник отправился на тракторе в магазин за спиртным. Также сторож не имел прав на управление трактором. На пути в магазин трактор выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем жигули. К другим темам. В Рязани стартовал отопительный сезон. Как отметили в администрации города, тепло должно поступить в дома рязанцев в течение этой недели. «Отопление не дали, но знаем, что отопительный сезон начался». «Дали, и все тепло, все хорошо, всем довольны». «Мерзнем». «Говорят, наша ЖУ-20, сегодня была, ну не знаю, инженер там, да, и она сказала, что мне нужно 100 человек для того, чтобы в этом доме дали отопление, труба полетела, да, в другом тоже самое. А у меня всего несколько человек, что я могу сделать?» «К отопительной системе, к сезону подготовились очень плохо». «По поводу отопления дали ли вам?» «Нет, еще пока». «А как спасаетесь?» «С обогревателями». «Все, как написали в объявлении, точно так же и дали. Вот». «Тепло, хорошо». «Нет, еще, когда дадут, не знаю». «Еще нет, обещают». «Скажите, как справляетесь?» «В смысле?» «Ну, с холодом». «Ну, одеяло». Качество дорог – больная тема, ставшая уже национальной бедой. И если уличную сеть активно ремонтируют последний месяц, приводя в нормативное состояние дорожное полотно, то асфальтовое покрытие в рязанских дворах так и остается большой проблемой для многих жителей города. Капитальный ремонт уже завоевал особую репутацию в обществе. Но случай, с которым нашей телекомпании пришлось столкнуться сегодня на грани абсурда. Год назад во дворе дома номер 5 по улице Юбилейной провели ремонт дворовой территории. Сделали все качественно. А в нынешнем начали переделку. Необходимости в ней совершенно никакой. Но средства выделены, их нужно осваивать, и в результате проводится лишняя работа. «Год назад, примерно в это же время, в сентябре или в октябре, сделали новую отмостку нашего дома. Сделали все, как положено. Траншейку, песка слой, херня слой, асфальта толстая, все укатывалось, все уминало. Сейчас наш дом в капремонт попал. И по новой раздолбили весь этот асфальт, который года не пролежал. Ну, около года. Ну, что-то очень это странно. То, что делает капремонт, прекрасно. Мы платим все взносы на капремонт, это хорошо. Но вот эта работа меня крайне удивила». Александр Николаевич уверен, что средства, по смете на эти работы уходит миллион рублей, можно было освоить с гораздо большей пользой. Найти в доме неполадки, которые требуют решения, не составило бы труда. Но житель дома столкнулся с нежеланием ремонтников услышать собственников, недоумевающих, зачем и так хороший асфальт поднимают и укладывают снова. «Спросил представителя одного, не знаю фамилии, я говорю, как так, зачем отмостку-то ломать? Он говорит, был сделан не по технологии. Но делать то же самое, точно так же. Причем даже не до конца выскребли старый щебенок. Асфальт сбит. Сколько средств вложен в этот асфальт?» Александра Николаевича, как хозяина, не может не коробить такое пустое расходование средств. Вот он и пытается добиться правды и узнать, зачем же производятся бесполезные действия, когда есть возможность потратить деньги на реально существующие нужды. В разгаре яблочный сезон в эти дни душистые спелые плоды присутствуют на каждом столе россиянина. Врачи, кстати, советуют съедать не менее двух яблок в день, особенно осенью, чтобы укрепить иммунитет на всю зиму вперед. В нашем городе уникальную яблочную акцию проводят специалисты Центра здоровья при поликлинике ОКБ. Ее девизом могла бы стать популярная шутка среди девушек, соблюдающих диету. «Хочешь есть – съешь яблоко, не хочешь яблоко – не хочешь есть». Передаю слово Ане Герцовской. Каждому человеку нужно съедать в день полкилограмма фруктов и овощей. Эта рекомендация была озвучена Всемирной организацией здравоохранения. В ходе акции возле Центра здоровья в Канищево рязанцам предлагали яблоки и груши. Бесплатно вместо пирожков. Пирожки в принципе не могут являться здоровой пищей. И вообще они не могут быть альтернативой фруктам. Потому что в пирожках, может быть, к сожалению, для многих нет ни витаминов, ни микроэлементов, ни клетчатки такой необходимой для нашего кишечника. То есть сейчас уже всеми врачами признано, что иммунитет – это в первую очередь здоровый кишечник. А клетчатка, которая содержится в большом количестве, ну практически только в овощах и фруктах, это питательная среда для нашей микрофлоры. Съесть 500 грамм фруктов и овощей нетрудно. Это либо три любых фрукта и два овоща, либо наоборот. Доктора поликлиники внесли свой вклад в здоровье горожан. Каждому они предоставили практически дневную норму фруктов. Людям останется съесть еще один любой фрукт. Я рекомендую фрукты и овощи как отдельный перекус. То есть не нужно смешивать их с основным приемом пищи, нужно их отдельно между приемами пищи кушать. Например, замечательный перекус будет, если вы съедите яблоко, грушу и банан. А овощи уже наберете, допустим, в следующий перекус, либо они у вас пойдут гарниром к основному блюду. Когда вы перекусываете, что вы хотите съесть больше? Ну, больше, наверное, яблок. Пирожки не хотите? А то многие любят. Нет, больше все-таки на овощах. И он с соседкой делюсь кабачками. Ой, как рад. Скажите, а почему вы до этого уже яблочек купили? Купили яблочек, почему мальчику? Купишь яблоки? А к пирожкам как относитесь? Нормально. Да? А вы знаете, что в них нет вообще ничего полезного? Знаю, но они вкусные. Пирожки, ну, в нашем возрасте уже, чтобы не полнеть, я пирожки не ем. Вы молодец. Лучшим перекусом, по мнению докторов, может быть яблоко, орешки и сыр, съеденные вместе. Тогда и чувство сытости приходит, и питательные вещества в большом объеме поступают в организм. Это сразу клетчатка, растительные жиры и микроэлементы магний, кальций. За время проведения акции я заметила, что за яблоками подошел практически каждый прохожий. А вот пирожки купили всего лишь 5-6 человек. Оказывается, граждане как будто чувствуют, что нужно их организму. Возможно, тело само подсказывает, что ему необходимы фрукты и овощи, а не пирожки. Ведь и от перекуса пирожками нет никакой пользы. Доктора называют это блюдо пустышкой. В здоровом теле, как известно, здоровый дух, спортивный образ жизни в наше время становится все более популярным. А все возможные мероприятия физкультурной направленности собирают с каждым годом все большее и большее количество участников. Одно из таких событий общероссийского масштаба пройдет в нашем городе в воскресенье. Спортивные мероприятия под практически всем знакомым названием «Кросснация» проводятся в России с 2004 года и является самым массовым по количеству участников и самым масштабным по географическому охвату территорий. В этом году Всероссийский день бега нахватит всю страну от Камчатки до Балтики. В нем примут участие несколько сотен тысяч человек из 85 регионов страны. Ну и, конечно, наш город не останется в стране. Принять участие в забеге может каждый желающий единственное условие – наличие справки от врача о состоянии здоровья. Участникам в зависимости от возраста предложат дистанцию в 1000 и 3000 метров. Центральность старта состоится в Рязани в воскресенье 25 сентября в 12 часов на площади Соборной. В рамках праздника также предусмотрена культурно-развлекательная программа, а школьники смогут сдать нормы ГТО. В связи с забегом будет прикрыто движение транспорта в центре города с 12 часов до часа дня и изменится схема движения городского транспорта. Обратите на это внимание. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения вечера и начала выходных. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Новведенской». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok